являющимися индивидуальными предпринимателями от физических лиц за оказание им следующих услуг для личных, домашних или иных подобных нужд. По присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, по заключению медицинской организации, по репетиторству, по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. Предпринимательскую деятельность без образования юридического лица осуществляет также крестьянское фермерское хозяйство. Его правовое положение определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, статья 23, 257 и другие, а также федеральным законом от 11 июня 2003 года за номером 74 федеральный закон о крестьянском фермерском хозяйстве, далее закон о фермерском хозяйстве. Нотариат, адвокатура, арбитражный управляющий. Понятие юридического лица. Создание, реорганизация и ликвидация юридического лица. Статья 48. Понятие юридического лица. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим кодексом. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вечные права, относятся к государственным и муниципальным и унитарным предприятиям, а также учреждениям. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся к корпоративной организации. Статья 65.1. Правовое положение Центрального банка РФ, Банка России, определяется Конституцией РФ и Законом о Центральном банке РФ. Статья 50. Коммерческие и некоммерческие организации. Консультант плюс примечания. С 1 сентября 2014 года юридические лица создаются в организационно-правовых формах, которые предусмотрены для них главой 4 Настоящего Кодекса в редакции Центра Федерального закона от 5 мая 2014 года за номером 99 Федеральный закон. Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ крестьянских фермерских хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Пункт 2. Редакция Федерального закона от 5 мая 2014 года за номером 99. Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах. С 1 января 2019 года Федеральным законом от 29 июля 2017 года за номером 217 под пункт 1 пункта 3 статьи 50 вносятся изменения. Потребительских кооперативов, к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общество, взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные и потребительские кооперативы. Общественных организаций, к которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических лиц профессиональные союзы, профсоюзы организации, органы общественной самодеятельности, территориальные общественные самоуправления. В редакции Федерального закона 23 мая 2015 года за номером 133. Общественных движений, ассоциации союзов, к которым относятся в том числе некоммерческие партнерства, саморегулируемые организации, объединения, работодателей, объединения профессиональных союзов, корпоративов и общественных организаций, Торгово-промышленные палаты. В редакции Федеральных законов от 13 июля 2015 года за номером 268. От 7 февраля 2017 года за номером 12. С 1 января 2019 года федеральным законом от 29 июля 2017 года за номером 217 под пункт 4 пункта 3 статьи 50 вводятся изменения Товариществ, собственников недвижимости, к которым относятся в том числе товарищества, собственников жилья, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации, Общин коренных малочисленных народов Российской Федерации, фондов, к которым относятся в том числе общественные и благотворительные фонды, учреждений, к которым относятся государственные учреждения, в том числе Государственные Академии Наук, муниципальные учреждения и частные, в том числе общественные учреждения, Автономных некоммерческих организаций, религиозных организаций, публично-правовых компаний, адвокатских палат, адвокатских образований, являющихся юридическими лицами. 5. Государственных корпораций, нотариальных палат, некоммерческие организации могут осуществлять приносящую доход деятельность, если это предусмотрено их уставами лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это соответствует таким целям. 5. Пункт 4. В редакции федерального закона от 5 мая 2014 года за номером 99. 5. Некоммерческая организация, уставом которой предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, за исключением казенного и частного учреждений, должна иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью. 5. Пункт 1. Статья 66. 2. Пункт 5. Введен федеральным законом от 5 мая 2014 года за номером 99. К отношениям по осуществлению некоммерческими организациями своей основной деятельностью, а также к другим отношениям с их участием, не относящимся к предмету гражданского законодательства, статья 2, 2. Правила настоящего кодекса не применяются, если законом или уставом некоммерческой организации не предусмотрено иное. Пункт 6. Введен федеральным законом от 5 мая 2014 года за номером 99.